всем большой большой привет у меня скопилась огромная сумка вот таких вот обрезков здесь не только обрезки от ковриков которые я вижу но и просто я взяла и порезала самые обыкновенные какие-то вещи старые ненужные те же носки те же футболки и прочее и вот такая лапша у меня получилось как видите ее много я все думала куда бы это применить ну естественно все это можно выкинуть и забыть но у меня была идея почему я это собирала и идея сформировалась окончательно я хочу сделать пуфик для ног пуфик для ног шьется очень очень просто они бывают разного вида разного размера и разного назначения но я хочу сделать именно пуфик для ног и за основу я возьму марокканскую идею марокканского пуфика у него есть специфические детали я прошу вас подробно посмотреть как он выглядит как он шьется и как делается выкройка в моей статье на дзен канале я там очень подробно все описала показала примеры они очень красивые очень специфические опять же но вот я буду делать его выкройку за основу беру а дальше я уже сама тут на придумывала как у меня будет выглядеть верхняя часть пуфика у меня будет состоять из отдельных блоков вот таких вот потом боковина у меня будет одно полотно здесь будет молния и донышко такой же круглой формы как и здесь также будет сшита вот из таких кусочков здесь будет центральный элемент кружочек такой и смотрите каждая вот это вот каждый сектор я буду простегивать то есть идея будет вот точно такая же как я шила вот это одеяло большое одеяло из клетчатых рубашек и полосатых и здесь я также делала вот такую стежку по периметру и небольшую вышивку просто ли точнее не вышивку а небольшую стежку в виде каких-то узоров она вот такое двухстороннее получилось очень хорошая одеялко мне очень нравится я им уже накрываюсь и вот на этом пуфики я буду точно также вот эти вот детальки стягать детальки у меня будут из разных тряпочек то есть ткань я буду брать именно разноцветную ситцевую какая у меня есть и смотрите еще такой момент эти детали у меня будут двойные то есть в два слоя я буду брать ткань значит смотрите верхний слой ткани потом будет слой синтепона вот точно так же как в одеяле это было и нижний слой тоже такой же ткани потому что это все-таки пуфик на нем и сидят и ноги можно положить то есть он должен быть прочный и никак не порваться в этом смысл потому что марокканские пуфики они вообще шьются из кожи в основном конечно у меня будет аналог у меня каждый блок будет из двойного слоя ткани плюс внутри будет синтепон опять же чтобы стежка которая у меня будет вот здесь по периметру и цветочки из какие-то я сделаю она была более выпуклая и смотрелось интереснее нежели просто вот такой простой узор из чего состоит данная выкройка это первая деталь это маленький кружок который меня будет сверху его диаметр я делаю 15 сантиметров здесь кстати размеры совершенно произвольные делайте так как вам нужно какого размера хочется сделать само изделие вторая деталь это большой круг диаметром 50 сантиметров я беру это будет дно и плюс верх данный круг я буду делить на сектора то есть я сейчас еще не решила до конца сколько секторов будет у меня в этом изделии но ориентировочно значит смотрите у марокканских обычно 16 я буду делать меньше ну посмотрю по состоянию как у меня получится как будет смотреться интересно и опять же по тканям которые я подберу сколько у меня цветов здесь получится вообще делается 16 секторов то есть делим при помощи циркуля либо транспортира и вот этот вот кусочек но вот без круга вот этот вот круг у меня будет сшиваться вот сюда то есть мы этот круг здесь удаляем и вот этот вот кусочек вот такой форму он будет будет являться одним сектором то есть выкройкой моего верхнего круга плюс идут припуски естественно здесь небольшие сантиметр вот и все и далее еще у меня остается прямая полоса длина этой полосы равна вот этому диаметру круга это будет вот эта вот часть который я рисовала вот эта часть то есть это боковушка вот она кроется просто прямоугольник и все высота прямоугольника также произвольная но я вот посмотрю мне не хочется делать очень высокий пуфик то есть я буду делать это примерно 15 сантиметров по ходу дела опять же посмотрю то есть как видите выкройка очень простая круг сектор и вот такая полоска все больше здесь ничего нет и для начала я составляю выкройку моего верх верху для пуфа то есть это круг диаметром 50 сантиметров от центра я делаю еще один круг диаметром 15 сантиметров это будет эта часть дальше остальную часть круга вот этот вот кусок этот бублик я делю на 10 секторов я поделила весь круг в 360 градусов на 10 секторов в итоге получилось 36 градусов каждый сектор делать я их буду 10 штук наверх и 10 штук на дно плюс припуски идут соответственно здесь тоже самое я сделала 15 сантиметров диаметр их будет две штуки наверх и на дно и плюс припуски значит смотрите нижнюю часть но можно сделать вообще целиковая без вот этих секторов так естественно будет проще потому что там страну не будет видно опять же но с другой стороны тогда вы не сможете его вертеть вверх ногами я хочу сделать одинаковый сверху и снизу красивый с узорами единственно что я не буду делать я не буду делать вот эту стежку декоративную на нижней части вот такие размеры у меня вы можете делать произвольные какие вам нужно я обнаружила у себя в закромах вот такой кусок это что-то типа ватина тонкого и вы знаете я вот все таки решила его пустить на вот эти вставки вместо синтепона во первых он плотнее он будет лучше держать форму ну и кроить и шить его естественно также удобнее соответственно а на боковую часть пуфика я нашла вот такой кусочек это двунитка суровая вот такого серого приятного цвета я решила сделать все-таки небольшой комментарий по поводу кроя значит смотрите у меня вот такой сектор таких деталей мне нужно сделать четыре потому что две детали пойдут наверх и две детали пойдут на донышко пуфа потому что у меня будет одинаковая донышко и вверх я решила так кроме этого чтобы сэкономить ткань я сделала следующее я делаю двойные как я говорила то есть два слоя у меня будет и на изнаночную сторону я добавляю просто ткань который у меня много и такая же на плотненькая то есть я экономлю тем самым вот эту верхнюю ткань и и и и и и как я формирую блок вот эти два кусочка я складываю таким образом чтобы лицевая сторона вот этого нижнего было туда а лицевая сторона верхнего было на меня вперед вот так то есть лицо здесь и лицо вот здесь впоследствии будут сшиваться блоки здесь здесь шов проходит здесь соответственно швы выворачиваются на изнанку дальше я выкладываю эти блоки так как мне хочется чтобы было и вот в такой последовательности я буду их сшивать соответственно на нижней стороне будет то же самое единственно меня вот не хватило вот таких вот тканей ну маленький кусочек был сделал из другой там не видно в принципе вот так теперь нужно сколоть иголками соответственно и на машинке прострочить прострочить нужно будет вот по этим вот двум сторонам то есть соединив между собой все блоки вот этого круга когда все швы прошиты я обметала еще кончики чтобы не сыпалась ткань и теперь нужно разгладить теперь моя задача вставить вот в эти вот карманы вот эти вот мягкие кусочки вставить руками как вы понимаете это неудобно и смотрите что я придумала значит смотрите кусочек должен попасть ровно вот сюда и при этом чтобы он был ровно там натянут не морщил что я сделала я взяла картонку взяла вот эту выкройку и по этой выкройке вырезала две картонки вот такого размера как этот вот фрагмент вот так чтобы точно все совпадало от и до полностью теперь смотрите кладу сюда тряпочку накрываю второй частью и вот этот вот бутерброд запихиваю вот сюда вот до конца вот так получилось теперь вытаскиваю картонку сначала нижнюю аккуратненько раз и теперь верхнюю раз все видите все попало на место все идеально ровно и никаких мучений при этом не возникло теперь фиксирую булавками и можно уже дальше делать либо стежку либо от строчку что хотите уже вот так получается все здорово и ровно а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Ну и соответственно вот так это все будет накладываться, прометала здесь шов, гладить не стала И вот такая будет здесь картинка-стежка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И все-таки я переделала вот эти вот светлые уголки. Вот здесь было у меня бежевыми нитками. Я сделала темно-желтыми, почти коричневыми. Здесь нужно будет только прогладить утюгом теперь, чтобы убрать след от ручки. И также этими же нитками я вышла вот этот кружочек. Также нужно прогладить и тогда будет все хорошо и чисто. На изнанке вот так. Далее я его приметаю, потайными стежками пришью и затем по краю пройдусь вот такой же вот строчкой. Это после того, как пришью. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мне осталось только сшить боковую поверхность пуфика и затем соединить все детали в целое изделие. Для боковой поверхности я выкроила полоску ткани вот из такого же материала, как и вот этот вот кругляшок. Здесь у меня размер 20 сантиметров с учетом припусков на швы уже. И я померила, точнее посчитала по формуле 2PR, длину окружности вот этого круга. Также вот сюда вот в шов я буду вшивать молнию. Также я сделала подкладку точно такую же, такого же размера. И из вот этого утеплителя сделала также вставку. То есть у меня будет такой же тройной бутерброд, как и здесь. То есть сейчас я все это сшиваю в единые полотна. Эту, эту, они все у меня по частям. И потом буду уже соединять, стягать вот наподобие, наверное, вот этого. То есть будет стежка обязательно, иначе вот это полотно будет просто двигаться и убегать. Итак, мне осталось соединить 2, точнее 3 детали. Вот сейчас все сметаю, потом сострочу и посмотрим, что получится. Шов также буду отделывать, чтобы было красиво. Я сделала размер вот этой ленты 157 сантиметров. Нужно. Но я сделала чуть больше на всякий случай, потому что здесь могло здесь немножко уйти, там немножко уйти как бы в сантиметр. Поэтому лучше обрезать, чем не хватит, соответственно. И потом в конце вот этого полотна вот здесь у меня будет вшиваться молния. Я специально пока ничего не вшивала, потому что не знаю конкретно, как вот эта полоса у меня сядет на круг. Посмотрю, что останется вот туда и вошью эту молнию уже. И, наконец, настаёт самый интересный момент. Выворачивание всего вот этого произведения искусства на лицо. Пока можно в дырочку вот так заглянуть, уже интересно. Вот такая таблетка получается. К сожалению, у меня такое освещение здесь не очень хорошее, поэтому, ну, надеюсь, вам видно. Шью уже вечером, работы много, поэтому днём не успеваю просто шить, дошиваю вечером. Вот, значит, смотрите, теперь нужно вшить молнию сначала, всё-таки, потом набить полностью объём. И только после этого я смогу вот этот вот шов ещё отделать. Я хотела его сделать вот такими же вот косичками, как здесь. Потому что сейчас это будет делать просто неудобно, как мне кажется. А в набитом состоянии будет уже делать проще. Это у нас тут котик такой общий, уличный. Все его кормят, все его любят, а он этим пользуется. Вот такая морда. Руками вшила молнию, потому что потом уже на машинке сюда подлезть нереально, сами понимаете. Всё вывернула. И осталось теперь только набить наполнителем и посмотрим, что получится. Вот мой наполнитель. Я, честно говоря, не знаю, сколько у меня сейчас пойдёт. И вот этого, скорее всего, не хватит. Потому что всё-таки получилась большая площадь, точнее большой объём необходим. Если не хватит, буду бегать по соседкам, просить, что ещё есть порезать. Потому что все свои шкафы я недавно проредила, убрала мусор, выбросила многое. Но вот, к сожалению, не додумалась. Всё, начинаю наполнять. Посмотрим, что получится. Кстати, смотрите, можно сшить, в принципе, чехол из какой-нибудь морлёвки или марли, или что-нибудь подобного. Туда внутрь вставить, ну, по размеру, соответственно, этой штуки. Туда вставить, и тогда будет, может быть, проще вытаскивать, либо там ещё что-то делать. Потому что всё равно придётся его когда-то стирать. Для этого нужно будет вытащить всё заново. Но, в принципе, это не так сложно. И постирать уже само вот это вот основание верхнее, чехол. То есть, все тряпочки, естественно, стирать не нужно. Итак, я напихала пуфик всеми вот этими кусочками ткани. У меня всё-таки немножко не хватило. Сейчас дорезала ещё, но дорезала уже большие такие куски, пихала. И вот они немножко по-другому здесь вот выглядят, топорщатся. То есть, их желательно затолкать куда-то внутрь, чтобы по бокам вот это всё равномерное было одинаковое. Так лучше смотрится. Ну, и вот такая, получается, штука. Классная, мне нравится. Тяжеленная, кстати, сразу скажу. Килограмм пять-то точно, а то и больше. Осталось мне убрать вот эти вот рисунки терморучкой. И также я хочу сделать здесь вот тоже такую же вот косичку. Вот здесь спустить по краю. Так будет красивее. Я его почистила. Ну, очень классно. На нём можно и сидеть. И кошке, я думаю, понравится. И, собственно, то, что я делала для ног, он этому и будет служить. И вот таким вот узорчиком я буду обшивать вот оба края, вот этот шов точнее, пуфика. Моя работа полностью завершена. Посмотреть, что у меня получилось. Лично мне очень-очень нравится такой необычный совершенно вариант. Здесь много всяких разных идей, которые рождались постепенно по ходу работы. И в результате вот получился такой пуфик, который является и пуфиком для ног, и какой-то подушкой-сидушкой. Вот. И также может лежанка для кошки, либо собаки тоже быть. Он двухсторонний. То есть у меня с обеих сторон картинка. Ну, как картинка сектора разноцветной. Здесь только я, естественно, не вышивала. В принципе, эту сторону можно сделать было совершенно одинаковым материалом каким-то, однотонным. Очень тяжёлый, если честно. Вот. Ну, будет здорово носиться. Ему можно стирать, сняв вот этот верхний слой. Ну, естественно, придётся повозиться в ванной, там всё это вытряхнуть и так далее. Но всё равно можно постирать, всё нормально будет. Так что вот такая получилась работа. Сейчас я покажу вам, где он будет у меня стоять. Надеюсь, кого-то я сподвигла на подобное. Буду очень рада, если вам понравилось всё это. Стоять мой пуфик будет вот здесь, у меня под ногами. Непосредственно возле дивана, на котором я сижу, смотрю телевизор и что-то делаю. Вяжу, вышиваю, шью и так далее. Он, конечно, здоровый получился. Можно сделать было поменьше. Ну, что вышло, то вышло. Так что вот такая хорошая получилась вещь. Можно сидеть, можно ноги поставить, можно кошке отдать. Вот, пожалуйста, вот и животинка подошла уже. Сейчас будет изучать. Для неё это новинка, она ещё не видела. Мирочка, иди сюда. Иди, Мир. Всё, не хочет. Ну, ладно. Ну, кошка оценит, короче, постепенно всё это. Она обязательно здесь будет лежать. Итак, я провожу тестовое испытание моего пуфика. И смотрите, вот я вчера посидела вечером перед ним, за ним, и он немножко примялся. Это всё так и должно быть, потому что вот эти вот тряпочки, они сейчас в таком воздушном состоянии, то есть надо их утрамбовать. И что хорошо, вот из-за молнии можно постепенно добавлять, или какие-то вот остатки у вас остаются. Опять же, это место, куда вы можете их применять, складировать. Что ещё скажу о пуфике? Значит, во-первых, нужно резать обязательно ткань поуже, поменьше кусочки, так будет ровнее поверхность. Не будет никаких там выступов и так далее, торчащих бугров. И ещё скажу сразу тем, кто наверняка будет задавать вопрос, а нафига вы так сделали, это всё испачкается, это надо будет без конца стирать. Да, конечно, ноги всё-таки не такие уж чистые, как хотелось бы, поэтому сверху можно выкроить просто обыкновенный кусочек ткани и постелить. Это если очень хочется сохранить вот эту красоту на подольше. Но на то он и пуфик, чтобы на нём ногами стоять. Насчёт стирки также сразу скажу, чтобы не было снова вопросов. Всё сложно, всё стирать надо. Да, всё сложно, всё надо стирать, надо вытаскивать. Но это всего лишь 15 минут времени. Вы всё это вытряхиваете либо в ванну, либо расстилаете простыню большую на полу. И туда вытряхиваете, чтобы пол не засыпать. Потом стирка и обратно запихиваете. По-другому, извините, никак. Так, было бы, как говорится, желание иметь такую вещь, а уж стирать – это уже дело десятое. То есть это всё не для тех, кому лень, кому не хочется и так далее. Это вот я сразу говорю. Потому что вопросы постоянно пишут про коврики, которые, а как их стирать? Ну, руками, разумеется. Руками, в ванной, в тазу, щёткой. То есть вот такое ощущение, что эти вопросы пишут те, кто вообще в руки никогда не брал мыло, порошок стиральный и так далее. У них проблемы почему-то со стиркой у всех. У меня проблем нет. Я сказала, как я это буду стирать. То есть я всё это вынимаю, стираю либо руками, либо в машинке. Но лучше руками, конечно, такие вещи. Это всё-таки ручная работа. Может нитки порваться и так далее. Поэтому, кто не рукодельный, ну, ваше дело, как говорится, я никого не заставляю повторять за мной, шить подобное и так далее. Это для тех, кому это интересно. Вот такие замечания по поводу данного пуфика и вообще ручных изделий я хотела добавить. Всё. На этом я заканчиваю этот видеоролик. Надеюсь, вам понравилась сама идея. Вы посмотрели какие-то мои шаги, идеи и так далее. Что-то для себя сохранили. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Всем пока. И опять же, как бы по скриптам скажу. Обязательно посмотрите мою статью на Дзен-канале. Там у меня статья про как раз вот эти пуфики. Именно в таком духе, который сшитый. И разные варианты, как ещё можно их сделать. Очень красиво. Это основа марокканский пуфик. И вот от него уже интерпретации и всякие творчества. Вот такая получилась у меня красота, как я считаю. Мне лично очень нравится. Здорово. Всё. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!